Санкт-Петербург С станцией метро Лыбицкая мы ждем на остановке автобуса Пирогова И вот мы сели в автобус Скоро поедем Санкт-Петербург 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 Памятник Санкт-Петербург 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 И посмотреть что там. Обозреть окрестность. А потом продолжим уже путь к полигону. Мы идем в чистом поле. И это воистину чистое поле. Видно полигон открывается отсюда как на ладони. Вот куда лежит наш путь. Там за этим удолем находится полигон номер 6. Под нами страшная высота. Тут отвесный склон, тоже усеянный мусором. И вот шестой полигон. Туда мы обойдем слева. Вот эта низина, ее сожрали кирпичные заводы. На старых картах видно как тут продолжается склон. И вот это все съедено кирпичным заводом. Давай я увеличу, покажу этот полигон. Вот так вот. И в низине находится мусоросжигающий завод Глинко. Что же, продолжим наш путь. Цель уже ясно видна. А вон, кстати, еще такой вот филиальчик этого полигона. Ну а основной полигон вот он. И видно, что он так насыпан, что уже горы мусора возвышаются на естественном склоне. Вот посмотрим вообще во что, уже здесь склонны, во что они превращены. Жуть. Это вот, уважаемые киевляне, вот куда вывозят ваш мусор и вот что происходит с природой, когда ваш мусор вывозят с улиц, с мусорок и так далее. Так, следуем дальше. Возвращаемся на малый мусорный путь. Заросли дикого винограда по всем сторонам. И вот мы выходим на горное плата, что ли. Вот оно плоское и горное. И мы идем далее. С левой стороны тянется бетонный забор кладбища. Мы же следуем далее по малому мусорному пути. Такое живописное место. Давайте свернем снова к еще одному из склонов этого котлована. Тем более, что сюда ведет заросшая дорога. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внизу видно озеро. Огромное ветвистое озеро. Под нами обрыв. Замусоренный обрыв. И явно карьерное озеро, возникшее в результате добычи глины. Вот я не знаю, удастся ли нам к нему потом подобраться. Но если удастся, мы вам его покажем вблизи. А не удастся, так показываем его сверху. Ну, кстати, очень интересно смотрится вот это здесь. Особенно с высоты-то такой. Мы все ближе и ближе к цели. Но, как видим, уже и близлежащая местность используется тоже в качестве полигона. Ага. Выбираемся на малый мусорный путь и идем далее. Вообще тут разнотравия вокруг. Хмель есть. Цикорий. Даже близость к этому гнусному полигону она не убила вот дикую природу. Вернее, как, убила в месте полигона. Получается очень любопытно. Смотри, склон представляет собой такой гребень. Вот. А ну-ка, удастся ли на этот гребень забраться? Осторожно, тут какой-то ров. И не один. Ровный ров. Один ров, потом чуть дальше второй ров. То есть местность с рвами. Но, может быть, это следы добычи глины. А, может быть, это древние укрепления. Непонятно. Так. Опа. Вот какой гребень чисто крепостной. Тут вид еще более великолепный. Открывается на это озеро. Вот завод Гринко. Вот этот вот прямоугольник впереди. Это мусороперерабатывающий завод Гринко. Вот. 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 И гребень этот длится. Итак, мы сейчас будем несколько ускоряться, чтобы поскорее добраться к самому полигону. Спускаемся на мусорный путь. Тут главное еще ступить так, чтобы не ступить в какую-то беду. Тучи сменяются солнцем. Солнце прогоняет тучи при помощи своего посланца. Ветр. Коля спускается со склона. Я не полечу, я подойду. Дорога. Малый мусорный путь. Дорога приближалась к чаще. По обочинам росли совсем уж какие-то диковинные цветы со стручками. Ну, а мы двигались дальше. Посмотри, какая красота. Какие там окрестности. Какие дали. Не часто в Киевской Амплитуде видишь дали. Обычно мы ходим по каким-то... Но сейчас мы идем в весьма мрачное место. И туда нас ведет неумолимо, неотвертимо малый мусорный путь. Между тем слева дубрава. Тут дубы и довольно могучие. А справа от нас тополя. И вот дорога теряется в чаще. Дубы сменились липами. Глянем, что видно, если свернуть направо. Снова на низину. Вот мы обошли эту низину почти. Мы были на том бережочке. Ой-ой-ой. Отвесный склон. И он террасами спускается вниз. Вот только что, ну почти только что. Мы стояли вот там, смотрели вниз. А вот это озеро. Там юг, если кто не в курсе. А мы идем на север. Страны идут на север. Да. И вот в таком захолустном месте можно встретить семейную пару с коляской. Даже с ребенком. Наверное, это парк. Отменный парк. Не находишь ли? Согласен. Между тем, вот эта дорога, наверное, очень здорово по ней ходить ночью. Она должна быть мрачная. Слева вот какой-то, как же это назвать, ров, что ли. А что по другую сторону от этого рва? Надо глянуть, как же какие-то голоса. А там такая же низина в итоге. Вот за этим рвом еще один ров и низина. То есть мы идем по какому-то перешейку между двумя большими низинами. И, кажется, мы уже близки к цели нашего путешествия. Растительность снова сменилась. Появились клёны. Так. Полигон номер 6 открывается перед нами в новом ракурсе. Между тем, справа, вот, Гринко завод. Я стою над кручей. Ааа! Вот. Зацените отвесный склон. Ааа! Какая высота. Ну, внизу, конечно же, мусор. И отвесный склон. Полностью отвесный склон. Это даже не наклонный, а отвесный. И вот террасы полигона. Вот. Хорошо. Хорошо. Какой звездный склон был. Спасибо. Приярки на подходах, они засыпаны мусором доверху. А вот и природа начинает преображаться. Там всыпают мусор, сейчас я сниму снизу, а потом будем снимать этот отверт. Ничего, тут все законно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде нормально. Пахнет ли тут чем-то? Тут пахнет как настройки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы вернулись на малый мусорный путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любопытная картина. Тут полигон номер 6. А через поле роща зеленая Китаева. Зеленый массив насаждений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, где-то там скрывается древняя пещера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok По словам местных работников, охрана на сволку никого не пускает Поэтому мы не можем проникнуть Нам сказали, что надо спрашивать разрешение у начальства Но поскольку начальство совсем в другой стороне Но оно у нас тоже явно не пустит Мы попробуем сейчас пробраться к тому карьерному озеру Если получится Субтитры создавал DimaTorzok Подходы к свалке Целый склад обуви Детские игрушки Раздобанное Дэнди Дэнди Мне жаль всего Ну и вот этот вот закуток Который безопасен для посещения Ради просвещения зрителей Как устроена эта свалка Внизу на Пирогово Внизу в селе Пирогово расположен КПП На нем машины платят деньги Заезжают На нем машины грузовики с мусором платят деньги И заезжают сюда на холм Тут их приветливо встречают работники свалки Указывают куда сгружать мусор И вот А вот чтобы простой смертный побродил По этому кладбищу ненужных вещей Да поснимал его Нельзя Жалко Запрещают Ну что же Пошли Мы хотим проникнуть к озеру Только ведем себя тогда тихо Тут настоящая лестница Это называется тихо А тут лестнички уже нет Прикол Надо полагать тут есть обход Ну вот и вот же спуск И спуск идет прямо сюда Но наверное есть обход Да И вот тут спуск с той же лестничкой Отвесная стена Пока ты спускаешься Я сообщу зрителям Что тут над нами ответственная Суглинная стена С ласточкиными гнездами Мы же спускаемся дальше Вот гребень склона Вот там бензина с озером До него оказывается Дольше чем предполагалось Кстати Это озеро отсюда Оно дальше чем предполагалось Ну вот Давай Прикинем Как туда спуститься В принципе Много времени это Не займет Это только кажется Тут вот Дорожка есть Растет облепиха Богатый урожай облепихи Тут даже елка растет Сосна Нет Мы сюда не пройдем Спуск значит там А тут заросли облепихи И сосна Поэтому Пробуем там спуститься Если ничего не получится То просто поднимаемся Опять наверх Но поскольку кто-то Эти ступеньки сделал Значит они тут неспроста Вот как в ботсаду Это облепиха Класс Так Ну что же Тогда вопрос Где А просто Как делать Киевская комплектура Она спускается напрямую А вот здесь Вполне Вот тут есть Такие сходы Если конечно мы идем Правильной дорогой Товарищи Да Там вот Вот там какой-то спуск Там тоже облепиха Правда Ну вот сейчас я смотрю Там это озеро Сейчас я гляну Насколько тут вообще Реалистично Да я вот смотрю А вот тут спуск Есть Тут Такой Обходнячок Есть просто Есть А тут опять заросли облепихи, клоны есть, а вот не хватайся за неё. Это одна из самых экстремальных наших серий, наверное, будет. Да. Так, вот тут вполне я спустился. Так. Очевидно, что заросли… а вот есть там проходы. Вот мы забрались в глухие заросли облепихи. Но тут, однако, есть такой проёмчик. Вот надо, ты видишь, такой куст, вот под ним надо проползти буквально. Сейчас порезет. Ай, блин. Осторожно. Ключи. Так. И далее надо выбрать путь дальше. Вопрос, насколько мы оценили свои силы. Если мы вот сейчас этот отрезок пути не сможем пройти, нам придётся тогда распрощаться с мыслью лезть дальше вообще. Ну, посмотрим. Вот там уже, я вижу, уже заканчивается бурелом, но я не уверен, что это получится. Наверное, зря мы сюда залезли. Ладно. Сухое дерево мы обхунем так. Есть, вот там уже берег виден какой-то. А-а-а! Вот таки можно вылезти, можно, можно. Надо было чуть левее взять просто. Киевская амплитура! А-а-а! Что-то уже просто совсем. Только не схвати за акацию. Видишь? Путище. Древнее путище. Да. Ну что, экстрим, правда, экстрим? Да, давно. Вот, видишь, какая непролазная чаща, а на дне, стена суглинка. Вопрос и молодые тополя. Нет масляных красок и этюдника, можно было бы написать этот пейзарь. Ага. Но не закрадывается ли в тебя вопрос, а как мы полезем назад? А я когда спускался, думал об этом. А сейчас? А сейчас тоже думаю. Я чувствую, что может придется какой-то их пять выпусков. И так, вот, сворачиваем к озеру. Впервые на экране озеро, которое не видели еще люди так близко. Уже тут болотная трава начинается. Так, вот туда мы перешагиваем и там такой спуск. Вот это дерево с шипами. Тут все деревья акации. Все, мы сюда почти спустились. Осторожно, это акации. Тут вертикаль. Живой. Еще живой. Еще живой. Еще живой. Да нет, тут до болота еще далеко. Наконец, самый последний. Ярус к озеру. Ты где? Слышен, как через чащу пробирается Коля. Итак, мы на предпоследнем ярусе к озеру. Остался последний спуск. А потом будет скоростной подъем. Вот оно озеро. Уже почти под нами. Вот. Сейчас. Вот тут спуск есть такой. Древний путь еще тоже. Так, так, так. Ну, могут. Так, вот эта ложбина. Слева облепиха. Справа такой вот обрывчик. Мы на него вылезем и подумаем, что делать дальше. Как раз тут спуск вполне цивильный. Вот так идти. Вот так вот. И все. И мы внизу. Мы там снимаем и потом поднимаемся. Вопрос только где. Либо так же, либо вот тудой как-то. Как-то надо там будет выйти, потому что. Если это реалистично. Я вижу там тропы какие-то. Тропы. Ну что же, пробуем? Пробуем. Все могут короли. Все могут короли. Особенно ехать на жопе. Так, сейчас. Так, сначала. Так, мне надо взяться за палочку, за корень. Вот я беру за корень. И начинаю бодрый, бодрый спуск. Коля стоит на фоне такого обрыва. Только ты же не прыгай так. Разбежавшись, прыгнулся. А мы вот так вот. Полезем, полезем. Ой! Знаешь что? Я начинаю пересматривать свое решение. Хотя... Не, ну... Вы понимаешь, просто мы потом можем обратно не залезть? Это хорошая мысль, Коля. Поэтому... Поэтому не будем безрассудны, правда? Ну да. Предлагаешь вернуться обратно? Сейчас, когда мы долезли до самого озера... Ну вот и я о чем. Театрально воскрикну я. Ну... Дай подумать. Я просто боюсь, что там не будет никакого подъема. А, там будет подъем через вот те вот начальные свалки. А, понял. Только вот... Сможем ли мы пройти туда? Дело в том, что для этого придется как-то так переходить. Ну, как-то так, я думаю, мы перейдем. Сейчас я... Если мы сейчас слезем и там прямо внизу болото, то мы дергаем тогда обратно вверх по вот этому склону. Так? Да. А если там не болото, то мы идем тогда куда-то дальше. Так. А он есть. Так, ладно. Пробую потихоньку слезть. Что-то мне этот спуск ну как-то не очень... Семцатель... Ля... Знаешь, Коля, это одна из самых дурных мыслей в моей жизни. Так, Коля подожди, подожди, тут блядство надо, ой, 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 так. Так, моему тоже, так, мобила есть, мобила есть, так, я же говорю тебе, вот тут съезжаешь вниз и задерживаешься тут на такой хрени, а потом будет переход туда, где стою я, это самое, самое дурное наше приключение, просто самое, самое дурное, я такого еще не делал, такого вообще. Так, я спускаюсь, как-то вот так вот пойду, более, как-то цивилизованно, я думаю. Была не была, помирай, так. Подожди, дай спуститься, я сниму, как ты едешь. Сейчас. Надо же, тут же осыпается, вот склон, зацените, ребят. Помирать, так, снимаешь? Ну, снимаю, что мне остается. Помирать, так, с музыкой. Эх, поехали, на жр... Сейчас, ехать в метро, я не знаю. Все люди будут против, особенно будут шарахаться девушки. Так, так, сейчас, слез. Фух, ну, очевидно, что мы еще можем забраться наверх, но проще идти куда-то туда. И так вот мы в самом низу этой ложбины направляемся к озеру. Сюда не ступала нога человека. Не пустили нас на свалку? Ну, так мы хоть к озеру проникаем. Такая высота, вот полигон Хоум, а вот озеро. Вот это озеро. И так, вот до этого склона мы не доберемся. Через чащу мы тоже не проберемся, поэтому, посовещавшись, мы приняли решение карабкаться вверх по тому склону. Вы, честно говоря, вызвал вверх пролюра. Да, или Карлсона. Так. Итак, снова лезем по ответственному склону, но уже наверх. Это будет проще, раз плюнуть, что нам не привыкать. Там же совсем никак не пройти. Там нет, нифига. Кстати, что самое интересное, даже берега вот такого озера, они усеяны мусором, бутылками, пенопластом. Как сюда люди добирались, чтобы бутылки эти бросать? Я не понимаю. Тихая заводь и заросли облепихи. Что же, возвращение. Так, тут главное не упасть сюда. Ой-ой-ой. Знаете, мы напоминаем, что там маленьких хатах, которые залезли на дырку. Мне страшно сидеть. Ну вот, по вот этим склонам, что тут, мы не заберемся. То есть, у нас один путь, такой же, как мы шли сюда. Я бы сейчас съел пирожок с горохом жареным. Мы возвращаемся к этому склону. Он высокий, да, камера, он небольшой. Однако, высокий склон, крутой очень. Можно сказать, почти отвесный. Можем ли мы забраться наверх? Вопрос риторический, нам придется. Так. Конечно, спуск был очень веселый, задорный, быстрый. С наполнением пыли всех карманов. А вот подъем нам надо вот на ту верхнюю точку. Все, займемся скоролады нем, да? Займемся. Так. Я попробую по-другому чуть-чуть лезть, чем лезть раньше. А именно слева. Потому что мне так кажется проще. Склон предательски осыпается. Так. А лезть, оно сложнее в итоге. Опять я еду вниз. Так, ну надо же забираться наверх. Зрители скажут, не так уж и сложно. Ты лезешь, используя только одну руку. Ну так надо же запечатлевать. Поэтому и лезу. Одной рукой лезу. Так, мобилки на месте. Кошелек. Кошелек. Все есть. Все. Тариф, все включено. Коля, лезь наверх. Так, это довольно мерзко тут. Вот такая вот высота. Вся геология Киевщины на одном склоне. У меня уже спина болит. Ой, я боюсь, я не залезу. Так. Фигня в том, что на тот склон мы залезть не можем. Он просто физически, он обваливается. Поэтому мы решили пробираться через чащу. Чащу из обычных деревьев. Хоть не надо лезть по этому суглинку. Тут вполне нормально подниматься. Это просто какое-то видео безумие. Опять я вылез к этим проклятым, проклятой облепихе. Все ноги ей уже исколоты. Запихай, руки пробитые. Коля, ты живой? Коля? Да. Ты жив? Лучше иди в обход. Мой тебе совет. Я еще домой. Ой, колючки. Колючки меня держат. Колются. Я почти долез до верха. Только в обход. Потому что это все очень тут трудоемко и опасно. Тут все силы уходят. Полностью. Ёлы-палы. 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 Фу. Фу. Ты где? Готов. Фу. 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 Ну иди вот смысл этих тщетных потоков. В тугах. Фу. Фу. Потратить лишние 20 минут времени. Давай. Фу. 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 Может случиться чудо. Не, не случится. Не случится. Я пошел вниз. Ну вот, чудес не бывает. Не совсем вниз. Доходи до уровня этого тополя. Вот ближайший к тебе тополь. Доходишь до него. Да. Доходишь до него и идешь. Прямо как бы туда. К березняку этому. И через березняк ты обходом. Выбираешься таким. Да что ты отряхиваешься. Ты еще сто раз. Окунешься в пыль эту дальше. Пока я жду Колю, я сниму панораму окрестностей. И расскажу, где мы только что были и куда мы не смогли добраться. Вот мы максимум добрались до этих кустов. За ними озеро. И эти кусты облепиховые, они совершенно непроходимые. А по озеру мы же тоже не могли пройти. И обход не могли пройти там тоже чаще. Мы хотели выбраться вот к тому суглинному склону такому. И через него, перевалив через этот бугор, подняться на следующий бугор. Но подъем по вот этому склону отнял у меня все силы. Очень странная растительность. Тополя, облепиха, березняк. Там сосенки какие-то маленькие. Больших сосен я тут не вижу. И вот я сейчас сижу на уступе. Вровень, что ли, с одними деревьями, ниже других. Нашу передачу мы начинали вот с тех, вот оттуда, вот с той стенки. Слева полигон номер 6, куда нас не пустили. Аллилуйя, мы выбрались наверх. Все. Аллилуйя, аллилуйя. Мусорный путь ведет нас обратно. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Съемка... Аллилуйя, аллилуйя. Это хватит, так что это самое, если что, не удивляйтесь. Съемка закончена. Вроде бы живые. Карьера номер 6. Раскрыл перед нами свои тайны в виде озера. И мы возвращаемся назад в Пирогово. По малому мусорному пути. Из Пирогово в Киев. До новых встреч. До новых встреч на кадрах. Киевской амплитуды.